Из этих небольших гранул делают детали для автомобилей. Они идут на производство бытовой техники, компьютеров. На химическом предприятии Вузловой выпускают несколько десятков видов пластмасс. Продукция на рынке востребована. Сейчас до 80% такого полимера в стране приходится на долю импорта. В год Вузловой могли бы производить до 23 тысяч тонн отечественного пластика. Но есть проблема. Предприятию не хватает сырья для изготовления промежуточного продукта – стирола. Его выпускают здесь же. Химики рассказывают Алексею Дюмину, завод подписал соглашение о поставке необходимых нефтепродуктов с компанией «Роснефть». Но свои обязательства она не выполняет. Мы провели реконструкцию и увеличили мощность до 60 тысяч тонн в год. Была мощность первоначально 40 тысяч тонн в год. Чем больше поработаем сырья, больше мы получим денег, тем благоприятно складывается на экономике предприятия. На встрече с коллективом завода Алексей Дюмин обещает, поставку необходимого количества сырья обсудят с руководством «Роснефти». Химическое предприятие должно развиваться, приносить прибыль. Тем более Узловский завод входит в региональный план по импортозамещению. В него включены 40 инвестпроектов на общую сумму в 132 миллиарда рублей. В ближайшем будущем на этом предприятии планируют модернизировать цех по производству пластика. Есть вопросы, которые вас интересуют по дальнейшему вашему функционированию, существованию и наращиванию той мощности, того потенциала, который у вас до конца не использован, а возможности у вас есть. Поэтому мы сегодня здесь для того, чтобы на ключевые вопросы ответить, окажем содействие и по всем фронтам пойдем и по линии «Роснефти» проговорим. В Узловой успешно работает еще одно химическое предприятие. Там выпускают полипропиленовую пленку. Ее в том числе применяют в дорожной отрасли. При строительстве магистрали по современным технологиям пленку укладывают между землей и подушкой. Такое дорожное полотно служит в разы дольше и стоит дешевле. Пленку активно покупает Польша, Чехия, в России она востребована мало. Это неправильно, считает губернатор. Новые идеи и идеи, которые подтверждают и доказывают, что качество и нагрузка, которую испытывает дорожное полотно, оно повышается. Почему бы нет? И новые практики, новые вещи надо, тем более если это предприятие работает в нашем регионе, почему не использовать на наших дорогах? Подумают в правительстве региона и над решением кадровой проблемы. Химики жалуются на нехватку квалифицированных рабочих. Нужны слесари, монтажники. Алексей Дюмин добавляет, в регионе уже успешно работают многофункциональные центры по переподготовке кадров на базе среднеспециальных заведений. Обучение идет под заказ от конкретного предприятия. Надежда Мелехина, Вадим Рыженков, Первый Тульский.